Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Коротко о главных новостях Австралии. Первое. Премьер штата Виктория Дэни Лендерс разрешил допуск на вакцинацию только дважды вакцинированным жителям штата. Вторая новость. Премьер штата Новый Южный Уэль заявил, что не будет поднимать вопрос о незаконности абортов после того, как узнал, что его жена Хелен ждет их седьмого ребенка. Браво, Доминик Пиротет. Третье. Наконец, Национальная партия Австралии договорилась об объединении с либористской и социалистическим альянсом. Новая партия теперь будет называться Национал-социалистической рабочей партией Австралии. Первое поздравление новое партийное объединение получило от Германии. Следующая новость. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что выборы, которые состоятся в мае следующего года, будут самыми прозрачными в истории. И следующие выборы будут еще более прозрачными, настолько, что их никто даже и не заметит. Последняя новость. Министр обороны Австралии Петро Дакон заявил о том, что в целях повышения боеготовности наших войск и подготовки к возможной конфликтной ситуации с Китаем, наша армия пройдет усиленный тренинг при помощи иммунизации тех лиц, которые по тем или иным причинам не имели возможности явиться на пункты вакцинации. Силы обороны Австралии всегда готовы прийти на помощь своему народу. Спасибо.